Всем привет! Сегодня у нас будет письмо от подписчицы. Я его сначала зачитаю, потом прокомментирую. Письмо очень длинное, я поэтому буду периодически останавливаться, что-то комментировать, чтобы потом не забыть. Я так иногда делаю... Письмо мне пришло на почту в формате документа Word. Дайте я вам сразу скажу, девочки, лучше просто, даже если вы напечатали на компьютере, скопируйте и в письмо сразу вставьте. Word мне не очень удобно на телефоне открывать. И у меня еще как-то было, мне пару раз присылали голосовые сообщения, девочки, не надо надиктовывать только в письменном варианте. Мне неудобно прослушивать, потом мне неудобно вам отвечать. Когда я отвечаю, я могу пролистать, прочитать еще что-то, какие-то пункты, я бы в голову что-то вылетела, да? А когда я вам ваше аудио, если прослушаю и буду вам отвечать, то я не могу все еще полчаса целых прослушивать, где-то я что-то упустила. Это очень тяжело физически как бы на такое отвечать. Вот. Что еще хотела про этому поводу? В принципе, все. Я думаю, всем все понятно. Давайте приступим. Привет. Давно подписана на ваш канал, часто по несколько раз пересматриваю ваши видео. Пишу с ошибками, потому что на клавиатуре нет русского языка. Мне 40 лет, была замужем 17 лет, у меня взрослая дочь. Воспитанная и внешне спокойная, и внутри через прожитую жизнь нервы на пределе. С мужем развелись из-за унижения, оскорблений и даже насилия. В итоге он еще и начал пить, даже руку поднимал на меня. В суде нас очень быстро развели, даже не давали времени на размышления. Мой муж мне того не может простить и может выехать из нашей квартиры. А к тому это слово, квартира моих родителей. Он не переезжает, доказывает, что у него больше прав, чем у меня. Дойти ему некуда. Я терпеливо смотрю на все это. Он приезжает нечасто, чтобы сделать документы и едет за границу на работу на полгода и дальше. Сказал, если я его выгоню, то он покончит жизнь самоубийством. Короче, замкнутый круг. Но я все равно не теряю надежды найти свою любовь и жить в радости, любви и спокойствии. Так, здесь я останавливаюсь и сразу даю комментарий по этому абзацу. Развелись, разводитесь. Манипуляция самоубийством вам должно быть на него наплевать. Я вам сразу скажу, что вы невротик, вы в невротических отношениях. Поэтому вы продолжаете эту историю, которая тянется. Вам она доставляет определенное удовольствие. Тем, что он вам манипулирует угрозами самоубийства. И он продолжает держаться за вас. Он от вас отстанет, когда у вас появится действительно новый мужик. Он об этом узнает. Он от вас, скорее всего, съедет и отстанет. Но сейчас эта ситуация удобна для вас двоих. Даже если вам неудобно. Потому что если бы он вам был не нужен, вы бы взяли просто его вещи, нафиг выставили из квартиры, сменили замки. И все, квартира, потому что ему не принадлежит сказать, что это квартира ваших родителей. То, что вы дальше эту историю тянете, она вам зачем-то нужна. Но сейчас вы по истории поймете. Я знаю, зачем вы это тянете. С мужем, по факту, вы развелись с бывшим мужем, который вас бил, бухал, издевался над вами, унижал. До конца не развелись морально. Вы с ним все еще, он на этой территории, потому что он к вам захаживает, с вами коннектит. Развестись это, перестать общаться и к человекам этого вычеркнуть в своей жизни. Вот это называется развод. Вы не развелись, по факту. Весной я познакомилась с мужчиной, старше меня на 8 лет. Он турок, работал в нашем городе. Знакомство было спонтанно. Я даже не придавала значения этому, но мы обменялись телефонами. Он каждый день мне начал писать на Viber и однажды пригласил в ресторан. Все было настолько красиво, романтично в моей жизни, такого не было. Но мне с ним было не очень интересно во время разговора. Вот я тут интонационно делаю пометочку, девочки запомнили это. Но мне с ним было не очень интересно во время разговора. И я решила не продолжать эти отношения. Через месяц после встречи я полетела отдыхать к родственникам за границу на 2 месяца. И он мне каждый день писал с того времени ничего особенного. Желал доброе утро, вечер, спокойных сладких снов и все такое. Я вообще не обращала внимания. Когда я приехала домой, он меня увидел в центре города. Не подошел, а просто позвонил, что рад меня видеть и хочет предложить вместе провести выходные. Я подумала и вечером ответила, что согласна. После проведенного времени вместе я начала к нему лучше присматриваться. Он произвел на меня впечатление из того момента, пока он работал в моем городе почти месяц. Мы встречались каждый день и проводили время в дорогих ресторанах. Покупал мне дорогие подарки. Еще хочу сказать, что секса между нами не было полгода. И он сказал, что я ему нужна не из-за секса. Он уверен, что я его судьба. Короче, я поняла, что влюбилась. Когда это... Извините, тут немножко не по-русски написано, потому что тяжело читать. Когда это понял, он все начало меняться. То есть, когда он понял, что она на крючке и влюбилась, отношения начали меняться. Во-первых, он переехал работать в другой город. Во-вторых, мы редко встречались на выходных. Он не приезжал за мной, приглашал меня к себе. А это далеко. Это дорога, пересадка всякими автобусами. Меня это выматывало. Я приезжала и была без настроения. Мы снимали коттедж. Он хотел, чтобы я научилась готовить турецкую кухню. Часто было и такое, что мы не понимали друг друга языковой барьер. То он мне говорил, ты виновата, ты ничего не понимаешь, ты тупая, ты блондинка. Ну, в кавычках. Это меня очень унижало. Часто говорил о смерти, об рае и об аде. Шутил, что когда я умру, чтобы оставила ему свой номер телефона, когда он попадет в рай, он мне позвонит. И громко смеялся. Для него это была остроумная шутка. Со временем я начала себя чувствовать очень плохо. Какая-то заниженная самооценка, без настроения. Я начала ревновать его, потому что он стал для меня чужим и отдаленным. Ему часто звонил кто-то, он сбрасывал и старался меня рано отвезти домой. Я уверена, что у него другая женщина появилась в жизни, кроме меня. Девушка вот здесь пишет, мне стало плохо, заниженная самооценка, он мне стал чужим. Но тут же, блин, она пишет, что она подозревает уверенно, не подозревает, а уверенно, что у него кто-то появился на стороне. Сейчас дальше прочитайте. Послушайте, я на этом тоже акцентирую внимание. Дальше читаем. В своем городе я занимаюсь очень хорошее, занимаю хорошее высокое положение. Меня все уважают, все знают и всегда была уверена в себе. А тут я начала в себе искать недостатки, переживала, что мне много лет. Я боялась его потерять. И после каждого такого недоразумения я считала, что как-то не так понимаю его, а он хороший. То есть мне проблема, а он хороший. Часто плакала ночами и не спала. Хотя почти каждая встреча начиналась с выяснения отношений. То есть один негатив в отношениях Пёрда. Я обижалась, плакала, он говорит, что любит смотреть, когда я злюсь и я становлюсь красивее. То есть он издевался от меня и морально. Когда я говорила, что мне не нравятся наши с ним отношения, я больше не собираюсь терпеть, потому что настроена, натерпелась в своей жизни. Он мне покупал дорогие подарки, дарил машину и опять этим продолжались наши отношения. Короче, он меня купил по факту. Однажды он мне сказал, что денег нет на фирме и перестали им выплачивать зарплату. Я никогда его не спрашивала о том, сколько он зарабатывает. Считала, что это еще не тот уровень отношений и это неприлично. А он сказал, что мы в рестораны ходить теперь не будем, подарки покупать не будем, потому что у него финансовые трудности. И у него еще есть кредит в Турции. А еще он спросил, могу ли я одолжить ему денег. Я, конечно, была в шоке. Я не была понять, зачем делать такие дорогие подарки, золото, бриллианты, машина, а если у человека финансовые трудности. После этого разговора мы не встречались несколько недель. Хотя для меня это было очень тяжело, потому что понимала, что неравнодушно к нему. Перед его отъездом в Турцию мы встретились и он был бы очень внимателен ко мне. Тогда он мне подарил золотой браслет и в этот момент ему кто-то позвонил. Он ответил при мне и сказал, что вы ошиблись номером. И он советует, чтобы его номер вообще забыли и никогда сюда больше не звонили. И я поняла, что он, наверное, поссорился с той женщиной, которая встречалась во время наших отношений. И, наверное, выбрал меня. А я была как запасной вариант, но надежная, потому что я его люблю. Сейчас он в Турции звонит каждый день. Мы общаемся, хотя в наших разговорах не пролетают нежные слова. Он считает, что нельзя говорить это друг другу, потому что все слова о любви – это ложь. Он хочет… Все слова о любви – ложь. Что вообще такое, да? Он хочет почувствовать, а не услышать. И просто слова – это неправильно. Я женщина, я хочу слушать ушами, а он этого не понимает. Я ему все рассказываю о своей жизни, что происходит со мной каждый день. Вот эти я раньше в видео говорила, эти докладывания мужикам. Привязка вообще нехорошая. Однажды у меня была встреча с друзьями и сотрудниками в ресторане. Отмечали день рождения. Я ему переслала фотки и видео. Думала, ему понравится это. Потом он, оказывается, три дня молчал и не отвечал вообще. А потом мне скинул песню о смерти. Песня была на английском. Он мне очень расстроил этой песни, испортил настроение. А потом извинился и сказал, что не знал, что песня о смерти. Просто понравилась мелодия. Но я думаю, я ему не верю. Я думаю, он врал. Честно, я не понимаю его. Иногда сама себя успокаиваю, что не так понимаю его. И сама все драматизирую. Помогите мне разобраться в себе, в наших отношениях. Я не могу пережить в своей жизни то, что пережила в молодости. Вначале я вам писала, какие у меня были отношения с мужем. Я готова начать все с нуля только ради спокойной жизни с человеком, который меня любит и уважает. Я не знаю, что дальше делать. Через две недели он возвращается в наш город. Помогите мне своими советами, потому что я себя чувствую растерянной и боюсь делать ошибку. Еще раз извините за ошибки, потому что у меня клавиатура на другом языке. Я вам не зря интенсионно отмечала что-то. Ой, тут очень много всего. Вы сказали, я готова начать все с нуля, отношения. Я его люблю, но он мне делает больно. Любви с болью не бывает. Это не любовь. Скорее всего, у вас зависимы от него отношения. И в принципе вы, я не скажу, что вы прям жертва. На части жертва. Но вы просто невротик. Невроз этот можно вылечить. Вы в невротических отношениях, которые вам нравятся. Вы поменяли шило на мыло. Мужа. Вы говорите, я не готова быть в отношениях. Я уже столько всего на тебя пела от своего мужа. Вы с ним отношения с мужем по факту еще не закончили. Он вхож в вашу квартиру. У него есть там вещи. Когда вы избавитесь от вещей, очистите квартиру от него, выставите его вещи за дверь, смените замки, тогда вы с мужем развелись. Вы не развелись еще. Вы нашли себе второго такого же, который на вас руку еще не поднимает и не бухает. Но над вами морально издевается. Это ненормальный немножко мужчина-человек. Что вообще, как это можно, мне нравится, когда любят, разве такое говорят, да, мне нравится тебе делать больно. Это какой-то, это садист. Это садист. Я вообще советую с ним отношения с этим турком не продолжать. Это садист, который над вами издевается, а потом кайфует, это энергетический вампир. И он уже вам даже прямым текстом сказал, мне нравится, когда ты злишься, плачешь, ты от этого красивая. Какая красота в слезах женщин. Это горе. Он издевается над вами. Следующее. Вы ничего не изменили в своей жизни. Вы повторяете этот же сценарий. Был муж, который бил, издевался, понижал самооценку. Вы нашли себе другого просто иностранца, который издевается физически. Вы плачете, страдаете. Он находит параллельно других каких-то женщин, в чем вы уверены. Говорите, он не стал далеким, но, блин, я с ним расстаться не могу. И он кайфует от того, что вам больно. Вам вообще как это слышать? Человек, который вас любит, что он должен делать? Заботиться, любить, давать внимание. А он радуется, когда вы плачете. Он доводит вас и от этого кайфует. Вам это приятно? Разве это любящий человек делает? Мне кажется, нет. Это делает, простите, какой-то моральный извращенец. Это ненормально. Кайфовать от боли. Это садист. Я не удивлюсь, он где-то в детстве мучил котиков и собачков. Собачек, щенков каких-то или мышек, которые были слабыми и не могли ему ответить. Он их бил там или убивал, издевался над ними. Это вот, пожалуйста. Он стал таким моральным садистом. Это садист. А если вы с ним продолжите отношения, вступите, например, в брак или будете сожительствовать, он там ничего не обещает. У вас просто такие встречи всякие. Ему под 50 лет уже, он вам ничего не будет обещать. Скорее всего, там, может, семья какая-то на родине, скорее всего, и есть. Если вы будете над ним даже регулярно жить не вот такими встречами, он будет садистом и будет вас бить. А потом будет плакать и умолять, прости меня, обнимать, плакать, на коленях ползать, но поворачиваться и бить вас. Это садистические наклонности у мужчины. Но просто он так будет бить-бить, а когда-то и убьет. А когда-то будет бить-бить, и когда-то в руке у него окажется нож. Это все о домашнем насилии, все вот эти все истории. Психологи не дают конкретных советов, не могут говорить, делай вот так и так. Потому что это ваша жизнь, вы несете за нее ответственность, и вы принимаете решение. Если я вам скажу конкретные действия, делай вот так, вы поступите, вам это не понравится, либо ответственность вам не захочется пройти. Вы всегда можете сказать, мне психолог так сказал сделать, это не моя ошибка. Мне так сказали, я сделала, я не принимала решение. Поэтому психологи так не делают, они не говорят, делай вот так. И просто по-человечески даже, ну скажу, я сделаю тебе так, да. Это для меня никакой ответственности. Я сегодня сказала, завтра забыла, а жизнь-то твоя, тебе решать, правильно, что у тебя будет. И когда я говорю в видео своих, обращайтесь к психологу, или вам действительно, тут невроз, вы невротик, и вам поможет психолог разобраться. Я не могу это сделать по видео. И эта консультация не одноразовая, это курс должен быть, это не один раз. Может, раз в десять вам придется психологу сходить, обратиться к нему, потому что это долгая будет история. Сначала надо понять, что стало причиной. Какая-то ситуация, конкретный человек, или общая ситуация в вашей семье, в вашем детстве, или еще что-то, либо вы подвергались вообще насилию. Когда, что, как это разобрать. Потом подобрать психологу нужно правильную методику, чтобы это проработать с вами. Проработать это, уже потом сделать выводы. Это, блин, ну, 10 встреч точно где-то будет. То есть, это не быстро. Я вот в видео за 15 минут точно это ничего разобрать, потому что у меня нет с вами даже контакта. Я вам сейчас не могу задать уточняющие, наводящие вопросы какие-то, понять что-то. Я не могу только письмо за то, что вы написали, по факту проблему. Поэтому я, вы от меня ждете конкретно, да, помогите разобраться. Он сейчас вернется, что мне делать. Я вам говорю, вы можете сделать так. Я не говорю, делай так. Я не в праве этого говорить так. Ты можешь поступить так. Во-первых, ты должна выкинуть вещи своего, бывшего разведенного мужа, сменить замки в своей квартире. Если он будет шантажировать своим смертью, скажи ему в ответ, мне наплевать, шантажируй дальше. Ты мне никто, мне наплевать на тебя, будешь ты жить или нет. Ты отец нашей дочери, но мне ты никто. И если ты хочешь огорчить свою дочь, чтобы она плакала, покончить жизнь самоубийством. Но с моих глаз ни одной слезинки не упадет. Вот так вы должны с ним по правильному, простой диалог. Он вас шантажирует, потому что вы ведетесь на его шантаж, вы реагируете, у вас с другим мужчиной так же все происходит, по сути. Все то же самое. Вы ведетесь, поэтому вас шантажируют. Молча выставила вещи, сменила замки. Если он приехал, начинает выяснять отношения, просто тупо посылаете, звоните в полицию и говорите, вот мой бывший муж, он прав на квартиру не имеет, квартиры моих родителей, он валит. Все. Если у вас уже личные вопросы, квартира была приобретена в браке, вам родители подарили еще что-то, решайте, делите квартиру, разъезжайте, решайте, закройте уже этот вопрос. Окончательно разведитесь со своим мужем. Прервите. Вы должны перерезать, блин, эту пуповину с ним. Все, хватит, баста, закончились отношения, закончите их до конца, вы их еще и до конца не довели. С другим мужчиной. Общение с вот этим мужчиной и турком опасно для вашей жизни. Если вы с ним будете дольше встречаться, больше проводить время вместе, сейчас он над вами морально издевается, доводит вас до слез, с этого кайфует, он садист. Дальше он будет поднимать на вас руку, у него есть этот потенциал, потому что вы нашли такого же своего второго мужа, который просто не бухает и просто другой национальности. Но мужчина, по сути, тот же самый. Он над вами издевается. И у него это получается, потому что он понизил вашу самооценку, он у вас, как я сказала ранее, как паучок, вот сел, схватил и дергает вас. Вы как марионетка на это ведете. Хотя вы говорите, я при этом на работе уважаемый, узнаваемый, у меня хороший достаток, все такое прочее. Да, кто, может, это не понимает, на работе все в порядке, но в любовных отношениях у вас невроз, поэтому вы и ведетесь. Тоже вопросы, кстати, с самооценочкой, вы психологом должны проработать. Ну, это все, то и вытекит ваша самооценка, все прочее, это все из этого будет идти, из вашего невроза, это все уже понятно, в принципе, это все взаимосвязано. Вот конкретные действия. Турок, перестаньте с ним общаться. Вы должны с ним попрощаться, сказать, все, наши отношения заканчиваются, мне ничего от тебя не нужно, я не хочу с тобой общаться, все. Ты уехал, если вам нужен повод, вы не можете расставаться, потому что вы невротик, вы не можете расставаться, вы не можете соскакивать. Вы можете сказать о том, что, ну, окей, дружок, я тебя забыла, все, я тебе не доверяю, до свидания. Заблокировать абсолютно везде, чтобы человека к вам подхода никакого не было. Я думаю, что он не знает, где вы живете, потому что он как-то не затрагивался, вы все к нему ездили, он к вам не ездил, все прочее. И будьте дома спокойны. Если есть вопросы, звоните в полицию, что к вам, то, не знаю, домой кто-то лезет, человек к вам не знакомый, если он будет вам там в дверь стучаться, он будет так делать, потому что он тоже невротик, он вообще садист, он теряет свою жертву, и для него это очень, ну, непонятно. Короче, вы должны прекратить с ним общение для вашей безопасности. Когда вы прекратите с ним общение, начнете до конца разводиться с вашим мужем, морально расставаться с ним, идите к психологу. Психолог вас поддержит и поможет вам, даст силы на все это. Вы сейчас полностью зависимы, полностью связаны у вас руки. Если вы даже начнете сейчас расставаться с этим турком, вы до конца это не доведете, потому что вы не хотите, вы не понимаете свои проблемы. Проблема вас. Это низкая самооценка, понижена этим мужчиной сейчас. В принципе, ваше желание быть жертвой и быть в невротических отношениях вашей неврозной. Это надо лечить, это у психолога, это ничего страшного, долгого нет. Ну, потратите вы денежку на 10 этих визитов, у вас есть деньги, как вы сказали, вы в предположении в обществе. Не пожалейте для себя, вы просто поймите, вы тратите время, свои лучшие годы вот на этот мусор. Вы уже потратили 17 лет на мужа, который над вами издевался, бил, вы оттуда сбежали. Вот вас добивать не начнут, вы тогда только сбегаете, да, из отношений. Вот этот турок, он начнет вас уже бить, молотить, тогда вы от него уйдете. Вот этого вы сейчас дожидаетесь, вы до этого доводите. И я просто вам хочу сказать, что вы тратите просто лучшее время, и когда вы можете излечить свою голову, морально просто, да, себя, стать другим человеком, и найти мужчину, который вам будет и так же бриллианты дарить, и машины, но при этом его сбить, издеваться и ждать от вас слез не будет. Он будет к вам хорошо относиться, по-настоящему, вас любить. Хочу вам так сказать, что у вас с этим турком, это не любовь, это отношения садиста, который издевается, и жертвы. И то, что у вас было с мужем, вы не закончили, вы должны это закончить. Если у вас нет на это сил, идите к психологу, он вам поможет и даст вам силы. У вас есть право выбора, вы женщина, вы сильная на работе. В конце концов, вы подставляетесь, вот мне кажется, у вас может быть папа бил в детстве, вот это, или отчим был, что-то в этом связано, у вас в детстве, именно насилие физическое, и либо у вас была какая-то ситуация, либо сексуальное, физическое насилие, какая-то история могла у вас быть. Это дает такие отголоски, вот это невроз пошел. У вас мужчина, это бьет, издевается и слезы. Либо это с детства видели, либо вас этому научили, либо у вас травма была в этой сфере. Подумайте об этом. Если вы, сейчас мои слова с чем-то в голове отзовутся, да, это было, блин, прямиком шагайте к психологу, он вам поможет с этим разобраться. Чем быстрее вы этим займетесь, разберетесь, тем быстрее наладится качество вашей жизни. Вот что я хотела сказать. Я жду ваших комментариев по этому поводу. Девочки, которые находятся в подобных ситуациях, не бойтесь. Я вам всегда, если чувствуете хотя бы, не готовы расставаться, не можете, хотя бы просто, чувствуете, что мужик вот такой, какой-то нехороший, опять вы наступаете на те же грабли, начинаете отношения, соскакиваете с них. Просто бегите как от огня, хотя бы вот так, не влезая в это, не засасывала, чтобы у вас. Как она, она интуиция сначала нормальная была, к нормальному человеку без невроза. Мы встретились, он мне не понравился, мне было неприятно с ним говорить, он был, мне неинтересен, она о нем забыла. Но он залез, потому что он почувствовал, что он жертва, он может, этот невроз он от ней нащупал, и она поддалась. Нет любви через, он мне не понравился, это не любовь, он не мог тебе понравиться, если он тебе изначально не понравился. Не нравится он тебе. Ты почувствовал, что он быть тем, кто будет тебя бить, твои слезы хотеть, чтобы на тобой издеваться, тебе вот это потянуло, а не любовь и влюбленность, потому что ее не было. Изначально он тебе не нравился, так и было, он тебе не нравился, он тебе не нравится, не может такой мужчина нравиться женщине. А ты в нем почувствовала другое, то, что тебе нужно, эти эмоции. Так что все, окей, я заканчиваю, это бесконечно долгая история, буду жду ваших комментариев. Спасибо, что посмотрели, всем пока.